Северная Корея провела новые ракетные пуски. Испытания прошли на востоке страны у города Ван Сан. Ракета неизвестного типа взорвала через несколько секунд после запуска. Об этом сказали в Тихоокеанском командовании США. Напомним, накануне глава МАГТ выступил с заявлением о том, что КНДР наращивает свой ядерный потенциал. Речь шла о расширении завода по производству ядерного топлива и возросшем количестве испытаний баллистических ракет. Глава агентства отметил, ядерная программа Пхеньяна вышла на новый уровень и угроза в связи с этим возросла. 25 мая в Брюсселе пройдет саммит глав государства и правительств НАТО. Обсудят адаптацию блока к новым условиям в сфере безопасности, роль альянса в борьбе с терроризмом и важность увеличения расходов на оборону странами-участницами НАТО. А уже 5-6 апреля состоится встреча глав МИД стран, входящих в альянс. Госсекретарь США Рекс Тиллерсона не присутствовать не будет, так как в это время ожидается визит в страну лидера КНР Си Цзиньпина. После этого Тиллерсон направится с визита в Москву. Великобритания ввела запрет на провозку крупногабаритных гаджетов в салоне самолетов, прибывающих из Турции, Ливана и Ордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии. Это касается любых устройств, которые больше среднего смартфона. Лондон опасается, что в более крупных гаджетах можно спрятать взрывные устройства. Запрет и для британских авиакомпаний, и для тех, кто выполняет рейсы из этих стран и, по мнению власти королевства, потенциально опасен. Новые меры помогут усилить безопасность авиаперелетов. Ранее аналогичные ограничения ввели в США. Там запретили провод в ручной кладе электронных устройств, таких как ноутбуки и планшеты для пассажиров, прибывающих из ряда стран. Министры финансов стран Европейского Союза выразили обеспокоенность результатами встречи «Большой двадцатки». Она прошла в минувшие выходные в Баден-Бадене. Они говорят, обсуждения показали, что будущее международной свободной торговли теперь под вопросом. Это была немного сюрреалистичная встреча для стран-членов, поскольку «Большая двадцатка» должна была определить свою позицию по вопросу устранения преград для торговли. Вопреки десятилетней традиции, министры финансов G20 в своем совместном комьюнике затронули вопрос свободной торговли лишь скользь. На исключение из итогового документа пунктов о защите свободной торговли и борьбе с протекционизмом настояли США. При этом такие страны, как Бразилия, Франция, Италия и Китай, настаивали на том, что прежние правила ведения международной торговли нужно сохранить. «Сегодня мы видим, что во многих важных странах по всему миру уменьшается поддержка открытой международной торговой системы. Я повторюсь, что это тревожная тенденция. Мы должны сделать всё возможное, чтобы это прекратить и вернуть всё в правильное русло». Кроме того, министры финансов исключили из комьюнике пункт об обещании бороться с глобальным потеплением. На этом также настоял Вашингтон. «Мы все в Европе обеспокоены тем, что под сомнение ставятся открытая торговля и глобализация. В течение десятилетий все были уверены, что открытая торговля – это хорошо для стран. Я очень обеспокоен, что мы должны ещё сильнее бороться за Европу, чтобы сохранить свободную торговлю». В прошлом году на аналогичной встрече министры финансов обещали противостоять всем формам протекционизма.